Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семян и Чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня необычный выпуск. И, честно говоря, я даже не думал, что этот выпуск я буду снимать из другой страны. Прошел год, как мы купили этого красавца. И сегодня, по традиции, выпуск, отзыв, честный отзыв, спустя год владения вот этой машиной. Как я сказал ранее, прошел уже год, как мы владеем этой машиной. 31 декабря 2021 года мы выкатили ее из автосалона. И началось приключение на этой машине. За этот год мы проехали порядка 40 тысяч километров. И, на самом деле, чего только эта машина не видела, где она только не была, куда она только не приезжала, где она только не ночевала. И, на самом деле, этот год у машины был насыщенный. Пока мы так много путешествовали, иногда нашей машине мы давали отдыхать, и мы арендовали квартиры. А делали мы это при помощи сервиса суточно.ру. Ребята очень клево постарались, у них отличный поиск. Вам нужно просто вбить город, куда вы едете, везти количество человек, сколько вас, и выбрать даты своего отдыха. Все достаточно просто. Дальше выбираете жилье, которое вам подходит по вашему бюджету, по расположению, по различным критериям. Кстати, фильтрация в сервисе тоже достаточно удобная. Есть живые фотографии, есть живые отзывы, статусы суперхозяинов. Так что выбрать жилье качественное и соответствующее фотографиям достаточно просто. А для того, чтобы ваши путешествия были еще круче, суточно.ру пошло дальше. Они сделали кэшбэк 30%. Представляете, как это работает? Вы оплачиваете жилье, а после проживания вы получаете 30% кэшбэка на баланс своего аккаунта. И этими деньгами вы сможете оплачивать следующее жилье. Прикиньте, как круто. Вы путешествуете, да еще и зарабатываете. Кстати, я хочу заметить, что суточно.ру работает не только на территории России. Работает еще и за рубежом. Поэтому, если вы отправляетесь за рубеж, промониторьте сайт суточно.ру. И да, они принимают российские карты. Ссылочку я оставляю там, в описании. Переходите и пользуйтесь. Путешествуйте, друзья. Я хочу сказать, что я не автоблогер. Мы про тревел-тематику, про семью, про веселье. Поэтому я сейчас не буду рассказывать про технические характеристики, длина, ширина, высота, двигателя и прочее. Пробегусь только немножко. Моя задача рассказать вам свой отзыв про год владения этой машиной. Что было сделано, какие есть минусы, какие есть плюсы. Ну и, собственно, вы, если вдруг интересуетесь покупкой такой машины, то сможете понять, стоит или не стоит. Лайки ставьте, пишите комментарии, вопросы. Погнали! Ну, конечно, хочу начать с того, что от машины мы максимально кайфуем. Эта машина покупалась специально для того, чтобы на ней путешествовать. Почему не каравелла? Сразу объясняю. Ну, потому что в каравелле стоит просто диван здесь и диван здесь. Нету вот этой замечательной функции поворотные кресла. Видите, я могу вот так вот сидеть и, например, рыбачить, если идет дождь. Согласитесь, классно. Мне кажется, это очень круто. Там нет никакого стола, шумоизоляция там не такая. Ну и вообще мультиван считается бизнес-классом, и нам здесь очень комфортно. Одно время мы ездили, кресла были повернуты в ту сторону, давая огромное пространство. Сейчас мальчишки решили, что они хотят ехать вместе и быть повернуты вот так вот. Заниматься, рисовать во время дороги. Про подкапотное пространство давайте чуть-чуть вам расскажу. Под капотом стоит обычный дизельный движок, двухлитровый, без каких-либо заморочек. Здесь 180 лошадиных сил. В принципе, этих сил хватает, чтобы достаточно хорошо набирать скорость, стартовать и даже вылазить из каких-то затруднений. Хотя, я помню один раз, зарылся на Черноморском берегу в бухте. Так что у меня была вот так вот по колесах галька, сел прямо на движок. В принципе, двигатель не проблемный. Как мне даже говорили люди, владеющие этой машиной, что даже что-то есть у тебя сломается, эта машина доедет до сервиса. На самом деле, подобную ситуацию я проходил. Видите, вот этот патрубок, он идет на турбину. У меня стоял оригинальный, он сопливил, сопливил, в итоге лопнул. Я купил неоригинальный патрубок, поставил, в итоге надолго его тоже не хватило, он тоже лопнул. В итоге, пока мы жили в Геленджике, я заказал с Москвы оригинальный патрубок, он пришел, ну и, слава богу, все хорошо. Я думаю, что точно стоит напомнить, что это мультиван, Т5 рестайл, то есть Т5-1 и машина 2010 года. Этот автомобиль мы покупали у дилера в автосалоне в Москве, обошелся он нам почти в 2 миллиона. Кто-то скажет, ничего себе, 10-й год, 2 миллиона. Ну да, потому что это мультиван. У меня с собой есть вот такая вот небольшая папочка. Здесь все ТО, все расходы, которые были на эту машину в течение этого года. Собственно, сейчас пробежимся, я расскажу про них. Я всегда собираю все документы по ремонту. Если вдруг где-то не дают какой-то заказ-наряд, то я пишу это все дело от руки. Это делается для того, чтобы, во-первых, а, чтобы ты мог вспомнить, когда что-либо делось, а б, это чтобы новый владелец, покупая твою машину, он мог увидеть всю историю, и у него никогда бы не возникало никаких вопросов. В общем, я это делаю для себя и для следующего владельца. Обожаю эту машину. Ну вот на самом деле, представляете, в какой машине ты можешь вот так вот посидеть, с вами пообщаться, и еще и не потерять этот замечательный вид, и, ну и просто вот так вот кайфануть. Я до сих пор в восторге. Ну и, собственно, о чем мы сюда сели? Давайте пробежимся по бумагам. Купили мы, собственно, этот автомобиль в Москве, как я уже сказал ранее. Далее, первым делом, естественно, я загнал ее в Москве в клубный сервис, для того, чтобы мне сделали все возможные диагностики, поменяли жидкости, собственно, масло, фильтра и так далее и тому подобное. Вообще, в любом случае, если вы покупаете автомобиль, то менять все жидкости нужно первым же делом. Вот 31 декабря мы ее купили, 6 января мы сразу сделали большое, так сказать, ТО. Мы поменяли масло в двигателе, мы поменяли воздушный фильтр, топливный, значит, сделали компьютерную диагностику, ну, естественно, масляный фильтр, поменяли также пробку в подоне. Тогда это ТО мне обошлось вместе с диагностикой 9300 рублей. Я помню момент, когда мы ее только купили, мы отсняли, и мне в комментариях сыпалось прям, вот, да это машина, да она постоянно ломается, да это такой пробег. А на самом деле, что касается пробега, когда я ее загнал в клубный сервис, мне сказали, что пробег родной по коробке DSG 400 с чем-то километров, представляете? Хотя на приборке был 200 с копейками. Соответственно, посыпалось куча комментариев, вот, да ты лоханулся, да как можно было смотреть машину. Я, как бы, ничего не стал отвечать, время покажет, и сказал, через год запишем видос, и посмотрим, что вообще за тачка. Первая неисправность, которая обнаружилась, это залипание коробки, то есть включаешь драйв, газуешь, а машина не едет. На первом ЖТО мне сделали диагностику, когда и написали рекомендацию, ремонт коробки DSG. Так как мы не оставались в Москве, нам нужно было возвращаться в Краснодар, мы поехали. После этого в Краснодаре я проехал 5 или 4 клубных сервиса, где мне, в принципе, сказали, что нужно мехатроник делать, либо менять сцепление. Лазил много на форумах, общался с ребятами, у кого была такая же проблема, оказывается, это сцепление. Сцепление залипает и не разлипается. Я понял, как решить эту проблему, не меняя сцепление, просто если вдруг происходит залипание, переводишь селектор в ручное управление и вуаля, машина едет, дальше на D переключаешься. Такое происходит очень редко и схожу, я до сих пор не поменял сцепление. Залипание происходит редко, поэтому я решил оттянуть эту историю, учитывая, что тогда, в начале 2022 года, цены на запчасти так сильно скакнули, что да, сейчас мы в Турции, здесь это поменять примерно в 3 раза дешевле. В этом году, я думаю, обязательно это сделаю. Я знаю, что у нас огромная аудитория из России, и я знаю, что вы так же, как и мы, любите путешествовать по России, а это значит, что в новогодние праздники в январе можно провести с пользой, отправиться в Сочи, отправиться в Анапу, в наш любимый Геленджик. Так вот, для того, чтобы очень круто пропутешествовать, у нас есть наши авторские гайды. Цена у них всего лишь 490 рублей, а ценность огромная. Там собрано огромное количество информации, лайфхаки, рекомендации, кафе, рестораны, маршруты, туристические и нетуристические места. Приобрести очень просто, нам нужно просто перейти по ссылочке в описании к этому видеоролику и заказать себе гайд. Гайд приходит в PDF-формате, вам на электронную почту и навсегда остается с вами. Путешествуйте с легкостью и с удовольствием. Еще хочу сказать пару слов про пробег. Когда я искал эту машину, я понимал, что это коммерческий трансфер, люди возят на ней людей, выполняют определенные рейсы из городов и найти такую машину с минимальным пробегом, ну, почти невозможно. А если возможно, то цена на нее будет однозначно вверх рынка, даже, наверное, еще выше. Это ценность минимального пробега. Поэтому я смотрел только на техническую составляющую, на кузов, чтобы он не был битый, ржавый и так далее, и так подобное. Ну, естественно, чтобы в салоне все было максимально хорошо. Кстати, как мы покупали эту машину, как я выбирал, есть выпуск, вот он. Ссылочку оставлю, обязательно тоже посмотрите. Далее мы пригоняем, значит, машину в Краснодар. Все нормально. Прохожу несколько диагностик. Мне говорят, что да, все хорошо. В январе того же года у меня начала стучать стойка. Видимо, я где-то поймал кочку, когда мы перегоняли машину из Москвы в Краснодар. Собственно, в сервисе приговорили, что это подшипник опоры, и нужно поменять. Но в этот день в наличии не было, поэтому я решил чуть попозже это сделать. Но в этот раз я поменял, значит, колодки задние, и сделал ремонт суппортов задних. Обслужил их полностью. Там все прокладки, все, что нужно было поменять, поменяли. И отправился дальше ездить. Далее мы ездили, ездили, путешествовали, путешествовали. В итоге настало время провести ТО. Это было в марте 22-го года. А еще помимо ТО мне сделали, значит, замену воздушного патрубка. Про турбину, которую рассказывал вначале, поставили неоригинальный. И замена электромотора стеклоочистителя. Да, мне работали вот эти форсунки, мне поменяли сам мотор. Ну и, по сути, все. Мы снова начали путешествовать. Опять ездили, ездили, ездили. Все лето, где настолько не носило. Дикарями, собственно, машина располагает для путешествий. Мы это и делали. Пока мы путешествовали, мы поняли, что багажник в этой машине настолько убогий, что нет места положить вообще ничего. Ну, в плане он большой, если двигать диван. Но он понимает, насколько высокий багажник, и сюда вот так вот тетрисом ничего не положишь. Ближайший газ, тормоз, и все у тебя вывалится из багажника. Поэтому я нашел решение. И мы сделали вот такую вот полку с выкатным ящиком. И этот модуль мы используем как летнюю кухню. Посмотрите, как удобно стало. Конечно, сверху можно тоже много что положить. И, конечно, эта полка внесла очень положительные эмоции в наших путешествиях. Плюс я ее сделал заподлицом с диваном. То есть, если спинку положить, у тебя получается кровать. Собственно, эта полка дает удлинение кровати. Также мы установили огромный бокс на 520 литров. Вмещается туда огромное количество вещей. А еще посмотрел у европейских фонлайферов вот такую вот трубу. Сюда заливается 25 литров воды. Вот это заливная пробка, это сливная горловина. Сюда пристегивается лейка биде. И, собственно, пользуешься как душ. А на солнце все это дело вообще нагревается. И получается теплая вода. Но уже был не за горами наш долгожданный Дагестан. Я, собственно, загнал к своему другу в Домодедово машину. И мы сделали достаточно большое ТО. Даже поменяли зимнюю резину, которая у нас стояла. А мы на этой резине проехали все лето. И ее, конечно, нехило потрепало. Поставили сейчас летнюю резину и сделали ТО. Что было в ТО? Конкретно по ремонту. Это замена опорного подшипника переднего левого амортизатора. Замена шруза наружного левого. Комплект шиномонтажа 17-го радиуса. Замена передних тормозных колодок. Регулировка развала схождения. Замена масла в двигателе. Замена воздушного фильтра. Замена топливного фильтра. И так далее. И тогда так как я делал у своего друга он мне сделал конечно большую скидку. Продал все запчасти по закупочной цене. И на работы тоже сделал скидку. За что ему огромное спасибо. Ну и так же я еще покупал собственно летнюю резину бушную за 3000 рублей. Это ТО мне обошлось в 35 тысяч рублей. Но если по полной цене ну примерно 30-40% можно прибавить к этому и получится общая сумма моего ТО. Собственно прошли ТО и отправились в Дагестан. в Дагестане где только они ездили. Потом мы поехали в Грузию. Пропутешествовали ее немножко и отправились в Турцию. В Турции мы проехали огромнейшее количество километров и приехали делать ТО. ТО мы делали город Камлука или Камлджа. Возможно так правильнее даже будет. Здесь сервисы такие огромные типа такое большое ОТО куда ты заезжаешь где ищешь любой себе гаражик. Меня один парень который говорил по-русски привел к одному своему знакомому который делает хорошо. Провели ТО поменяли масло. Здесь все написано короче по-турецки масло, фильтра. Мне здесь заменили разъем на воздушный фильтр так как там оборвался проводок. Ну и собственно все снова поехали в путь. Однажды пока мы жили в кемпинге было уже холодно и я решил что нужно запускать автономку. Здесь стоит вот такой пульт управления штатная наверное вебастая но она включаться перестала. Я решил ее разобрать вскрыл ее саму и оказалось что вся плата окислилась. перестала работать. Собственно это то что сейчас нужно сделать. Еще меня многие спрашивают о славяна что вот это вот такое. Вот это вот случилось летом это не ДТП это как-то в дождь по-моему в Абхазии дети залезли на кровать в багажнике что-то полки не стояли и один решил спрыгнуть и прыгнул прям на бампер и тем самым вот эту часть бампера оторвали. Ну и конечно этот автомобиль очень радует в расходе 8 литров это очень круто. Ну и подводя итоги конечно хочу сказать что эта тачка идеальна для путешествий идеальна для семей мы ее именно для этого и брали потому что нас родился Мирошка и в МЛ-ке было очень-очень тесно. Машина классная все расходы за год я вам показал да есть моменты куда еще можно вложить деньги но это в принципе как и везде у бэушных автомобилей. На этом буду завершать видеоролик пишите свои комментарии пишите хотите ли вы себе такую машину а я буду с вами прощаться пока я буду с вами я буду с вами Продолжение следует...